Мир меняется. Мы меняемся сами и помогаем изменяться другим бизнесам. Компании по всему миру доверили нам реализацию своих бизнес-задач. Мы развиваемся ежедневно и хотим делать это вместе с вами. Готовы ли вы? Здравствуйте. Работает микрофон. Спасибо большое. Я приветствую всех, кто присутствует сегодня в этом зале. Я приветствую всех, кто смотрит нас в онлайне. Это несколько тысяч студий, интернет-агентств, бизнес которых связан с нашим главным продуктом, с один из битрикс управления сайтом. Я приветствую наш офис в Калининграде, разработчиков, всех, кто приложил огромные усилия к тому, чтобы этот релиз состоялся. Приглашаю на эту сцену Юру Волошину. Вместе с ним мы сегодня будем проводить эту презентацию. Спасибо тебе большое, Юр, за подготовку к мероприятию. И у нас всего 175 слайдов для того, чтобы рассказать вам, как много сегодня будет включать 18-я версия продукта. У нас на стойке здесь находятся несколько странных устройств. Это кассы. И мы тоже вам расскажем, почему они сегодня появились, когда мы рассказываем об интернет-торговле. Вы свои комментарии можете задавать на наших страничках Facebook и ВКонтактов. Там созданы специальные постики, можно под ними оставлять свои комментарии и задавать вопросы. Но обязательно после этой презентации будет секция, где мы ответим на вопросы из онлайна и из зала. Потому что очень много сюжетов, которые вызывают вопросы. И особенно это будет связано с новинками законодательства. Один из битрикс-управления сайтов, один из самых популярных, наверное, продуктов на рынке. Лидирующий продукт. К сожалению, Айтрек перестал считать, но на последние его замеры наша доля была 60, почти 4%. Рейтинг Рунета, который замеряет топ-100 самых больших интернет-магазинов в этом году, наша доля выросла на 4%, до 30%. И это очень здорово. И мы обращаем внимание еще на мировой рейтинг, в котором на начало года мы занимали восьмое место, а на сегодняшний момент уже седьмое место в мире занимает один из битрикс-управления сайтом. 180 тысяч клиентов, самого разного размера, крупнейшие компании страны, небольшие интернет-магазины, популярные интернет-сайты работают на нашей платформе. 14 тысяч компаний-партнеров по стране и большая часть топ-100 компаний работают вместе с нашим продуктом и создают прекрасные интернет-проекты, в которых клиенты создают заказы и работают. Все мы вместе с вами работаем на интернет-рынке. И всегда важный вопрос, в каком состоянии находится рынок. Время меняется, и меняется сам рынок, и мы должны адекватно понимать, что происходит на этом рынке. Вы помните, я всегда рассуждаю о том, что когда рынок растущий, на нем особые правила. Он очень быстро растет, он прощает ошибки, но он еще не очень большой. Когда рынок зрелый, тогда мы в принципе работаем уже на огромном рынке. По сути, вся страна могла бы работать или все клиенты работают на этом рынке. Это рынок, в котором самую максимальную прибыль можно получать, но он и самый конкурентный. Когда мы говорим про интернет-рынок, возникает вопрос. Я, кстати, на одной из конференций задавал его в зал. Как вы считаете, интернет растущий или зрелый рынок? У нас у всех с вами ощущение, что это быстро растущий рынок. Но прошло уже довольно много времени. Если мы посмотрим на мировую статистику, то где-то в районе 8 или 9% растет интернет-рынок в мире. А если исключить из него Индию, которая растущий рынок, то окажется, что растем-то мы уже не очень быстро. Если взглянуть на Рунет, то окажется, смотрите, как интересно выглядит график, мы подбираемся к плато. То есть каждый год интернет-рынок сегодня растет на 6-8%. Нельзя назвать это уже бурным ростом. И отсюда соответствующие требования и правила. Но это также и означает, что большая часть платежеспособного населения уже находится в онлайне. Они покупают, покупают все больше и очень часто уходят из оффлайна и переходят в онлайн. Сейчас самый благоприятный рынок для того, чтобы зарабатывать максимальную выручку, но, наверное, это один из самых конкурентных рынков, на котором в дальнейшем мы будем работать. Таким образом, я бы отметил, что интернет-рынок, тот, на котором мы с вами работаем, в принципе, можно называть уже зрелым. И неудивительно, что конкуренция возрастает. Число сайтов вроде бы не становится больше, но мы уже работаем все с одной и той же аудиторией. Но те клиенты, те интернет-магазины, которые на Западе зарабатывают, они потихонечку переходят на другие рынки. Китайские магазины и Китай вообще точно так же достиг уже зрелого состояния интернет-рынка. И китайские интернет-магазины выходят на российский рынок и добиваются вообще достаточно больших результатов. Фактически за последний год китайские магазины заняли долю почти в 30% на российском рынке. И это также усиливает конкуренцию за покупателей и за клиентов. Пользователи переходят на мобильные устройства. Мы об этом много говорим. И в этом году можно сказать, что интернет-аудитория тех, кто делал заказы с мобильных устройств, превысила аудиторию тех, кто делал заказы с обычных стационарных компьютеров. И на одной из встреч в Гугле коллеги познакомили нас с тем, как они сегодня понимают сайт. С их точки зрения главным является мобильный сайт. А дисктоп-сайт, вот тот, который мы с вами называем сайтом, он является вторым. И давая рекомендации, и мы даем эти рекомендации нашим партнерам и нашим клиентам, в первую очередь следите за конверсией онлайн, мобильного магазина. Смотрите, чтобы он хорошо работал. Кстати, сюда мы поместили скриншот проекта, сделанного на Битриксе, New Balance, который делали наши партнеры. Прекрасный проект и прекрасное решение, которое показывает, как правильно и системно нужно работать с онлайн-аудиторией. Изменения происходят не только в возросшей конкуренции. И, наверное, как следствие этой возросшей конкуренции, вы можете обратить внимание на то, что на сайтах начинают очень активно бороться за аудиторию. Такие крупнейшие интернет-проекты, как Apple или Samsung, представили онлайн-консультантов. Во время оформления заказа вы можете написать на этих крупнейших сайтах, задать вопрос, спросить, как доставят, уточнить, и вам на все эти вопросы ответят практически в реальном режиме времени. Правда, некоторые, это тоже, кстати, один из форматов, поддерживают режим коммуникации только в рабочее время. Но, тем не менее, консультанты есть всегда, это тоже становится знаком времени, потому что это увеличивает конверсию. Мы об этом еще обязательно сегодня поговорим. Меняется рекламный рынок. Если для малого особенности бизнеса оффлайн перестает работать как способ привлечения клиентов, усугубляется ситуация и в онлайне. На самом деле становится сложнее привлекать клиентов из онлайна. Реклама становится все дороже и дороже. Если раньше за клик вы оплачивали около 3 рублей, то сейчас цена клика повысилась до 9-12 рублей за клик. Но появляются новые проекты рекламных по возможности персонализирования, которую предоставляет Яндекс, Гугл и другие игроки рынка. В Фейсбук, ВКонтакте очень многие начинают давать новые способы рекламы, когда вы ее можете разместить по e-mail, по телефону, когда вы точно знаете, кому вы хотите показывать рекламу. С одной стороны, она выглядит дороже, но она позволяет вам коммуницировать с очень точной целевой аудиторией. И изменения в 2017 году будут происходить в этом вопросе в том числе. Таким образом, если посмотреть на следующий год с точки зрения интернет-рынка, можно, наверное, отметить, что интернет-аудитория будет возрастать на 6-7%. Конкуренция за покупателей будет возрастать. Про мобильные сайты мы уже сказали, и они становятся основными. Большая часть покупателей будет приходить из мобильных устройств. И вам важно обращать внимание в том числе на скорость и на конверсию. Качество обслуживания. Да, меняется качество обслуживания. Клиенты становятся все требовательны, и они хотят, чтобы на сайте их встречал оператор, помогал им оформлении заказа, помогал с выбором товаров и так далее. Они хотят чувствовать себя важными. Я бы так отметил, что возрастает роль CRM-систем. Потому что интернет-магазинам многим уже недостаточно сделать первую продажу. Им нужно научиться сделать вторую, третью продажу. И все чаще мы будем слышать с вами такие слова, как ЛТВ, когда мы говорим о жизненном цикле клиента. Построение отношений с этим клиентом и построение выручки в течение этого жизненного цикла. Ну что ж, новый один из битрикс управления сайтом. Сегодня нам предстоит вам рассказать очень много всего. Не буду я вам сейчас перечислять детально, по порядку. Вы увидите все в целом. Наверное, отмечу только один момент, что интернет-кассы – это новое явление и неожиданное явление, о котором мы расскажем в завершении этой презентации. На самом деле, готовясь к презентации, делая анонсы, мы обнаружили, что ни клиенты, ни партнеры до конца не осознают масштаб изменений. А он огромный, он просто фантастический. И об этом нужно рассказывать. Мы пригласим Константина Конькова, нашего финансового директора. Он расскажет подробно о том, как работает федеральный закон 54, что нас всех ждет и как правильно интернет-магазин интегрировать и соответствовать этому закону. Итак, современный сайт – это в действительности набор инструментов. Их очень много. И один из битрикс включает в себя огромный набор инструментов. Это и онлайн-CRM, и файлы, и онлайн-коммуникации, о которых мы будем сегодня говорить. Мы поддерживаем основные платежные системы, основные службы доставки. И с точки зрения клиента это все выглядит как целостная система. Это единый комплекс для того, чтобы это работало. Скорость сайта – это один из сервисов, который включает в себя продукт. И он показывает, насколько быстро отображается сайт у ваших клиентов. Я бы обратил внимание, что есть в этом сервисе одна очень полезная часть. Это возможность посмотреть на карте, где расположен физически ваш сервер и где расположены ваши клиенты. Вот эта схема – один из тех ярких примеров неправильного размещения ресурса. Как говорят, скорость света не обмануть. Вот если между этой точкой и основными вашими клиентами 3-5 тысяч километров, но не может пакет двигаться быстрее. И я специально поместил комментарий Евгения Потапова из IT-суммы, который специально перед конференцией даже благодарил о том, что этот сервис сильно помогает ему объяснить клиентам физику процесса, что сервера нужно размещать там, где они ближе к вашим клиентам. Они будут работать значительно лучше. Технология композитного сайта. Наверное, одна из самых важных технологий, которая позволила ускорить интернет-проекты. Запатентованная технология, которой мы очень гордимся, которая вообще меняет динамику загрузки интернет-проектов. И даже на обычном проекте, который, например, по нашей шкале определялся как медленно, просто включение композитного сайта давало уже значительный прирост. Иногда в два, иногда в три раза для клиентов. И это очень важно. Мы долго работали над этим сегментом и выпустили то, что мы называем автокомпозит. Ситуация, в которой каждый клиент, даже не технический специалист, мог включить композитный сайт и сделать свой сайт значительно быстрее. В новой версии мы продолжали работать над этим сегментом, сильнейшим образом переработали автокомпозит, ввели управление кэшированием. Одна из важных задач, о которой обращали клиенты, что сайты бывают большие, и необходимо, чтобы кэш автоматически чистился и управлялся. Большая задача, я очень рад, что ее удалось реализовать. Ну и целый ряд других доработок, которые оценят наши клиенты, которые оценят наши партнеры. Я бы хотел похвастаться, что за шесть месяцев, когда мы выпустили автокомпозит, число обновляемых сайтов выросло и работающих на композите с 12 до 46%. Вообще это очень здорово. Это здорово, когда сайты открываются быстро, когда они работают для клиентов хорошо, больше ранжируются и появляются в первичной выдаче. Еще раз напомню вам, что такое автокомпозит. Компания 1С Битрикс представляет уникальную технологию разработки сайтов. Композитный сайт. Скорость отклика сайтов в 100 раз быстрее, чем ранее. Пользователь мгновенно получает контент страницы. Ваш сайт поднимается выше в результатах поиска. Растет конверсия интернет-магазина, а значит и ваш доход. Мы объединили скорость статического и возможности динамического сайта. Страница разделяется на две составляющие – статическую и динамическую. Статическая часть отображается мгновенно, а динамическая часть подгружается незаметно для посетителя. Вы не заметите технических сложностей. Вы просто будете знать, что ваш сайт быстрее других. Любой сайт на платформе 1S Bittrex может стать композитным. Технология доступна для подключения даже не техническим специалистам. Композитный сайт. Будь быстрее конкурентов. Коллеги и клиенты, и партнеры, обращайте внимание на эту технологию. Переводите свои сайты на композит, включайте автокомпозит и делайте свои сайты самыми быстрыми. Пульс конверсии. Говоря об интернет-торговле, говоря о возрастающей конкуренции, мы всегда будем говорить о конверсии. Конверсия должна быть управляемой и контролируемой. Как только вы что-то начинаете измерять, вы тут же начинаете это улучшать. Один из самых популярных разделов, комплексный показатель – пульс конверсии. Пользователи имели возможность, ну, наверное, это раздел, по которому у нас больше всего пожеланий. Это раздел, на который каждый день заходит множество клиентов. И обращают внимание на то, как это работает. Мы доработали этот раздел версии 17.0 и специально выделили автоматически определяемую конверсию по контексту Яндекса и Гугла. Для того, чтобы интернет-магазинам не приходилось гадать, работает этот канал рекламы или нет. Немного изменился дизайн этого раздела, он стал чуть лучше и понятнее. И помимо традиционных каналов появились контекстная реклама Яндекса и контекстная реклама Гугла. Мы автоматически выделяем эти каналы, автоматически размечаем, что это контекст, пришедший с Яндекса и Гугла, и вы увидите отдельно органический трафик, это так называемая SEO-поисковая выдача. И вы увидите конверсию по этим каналам. Это также вам позволит определить, работает вам у вас реклама на этот канал или нет. Коммуникации на сайте. Коммуникации на сайте, о которых мы с вами уже говорили и о которых будем еще больше говорить. Зачем они вообще нужны? Это один из способов увеличить конверсию. Онлайн-чат, соцсети, обратный звонок, телефония, формы, e-mail. Все это делается только для одной цели, чтобы увеличить конверсию интернет-магазина. Давайте посмотрим, где нужно размещать чат, чтобы активно подсказывать вашим клиентам, оказывать какую-то помощь. Это может быть либо главная страница, либо страница раздела. Это может быть помощь при оформлении заказа, выборы службы доставки и оплаты. Также вы можете подсказывать и оказывать помощь в персональном разделе, например, когда клиент спрашивает, произошла ли отправка вашего заказа. Часть клиентов не готовы размещать онлайн-консультанты непосредственно на всех страницах сайта. Они рассуждают так. Сайт – это самообслуживание. Но, возможно, есть цель, для чего это сделать. Существует много разных исследований, в которых говорят, что да, онлайн-чат – это хорошо, но почти никто не говорит, не признается, а насколько возросла конверсия. Мы провели эксперимент внутри BITREX24 и включили онлайн-консультанта. И мы замерили конверсию. Мы делали классическое АБ-тестирование. Аудитория без онлайн-чата и аудитория с онлайн-чатом. И более чем в 2,5 раза мы увеличили конверсию в продаже. Фактически все эти инструменты ставят собой только одну цель – увеличить конверсию интернет-магазина. Особенно это работает в определенных разделах. И управление сайтом, один из BITREX управления сайтом, дает полный комплект, обеспечивающий онлайн-коммуникации на сайте. И мы очень гордимся, что удается их подключить буквально за несколько минут. У нас есть целый раздел. Обратите внимание, это называется «Клиенты». И в этом разделе есть все, что необходимо для того, чтобы подключить онлайн-чат. И мы решили в онлайн-режиме продемонстрировать, как это будет работать. Стандартный интернет-магазин. Вы видите, на нем отсутствует какая-либо коммуникация с клиентами. Переходим в раздел «Коммуникации». Здесь есть возможность сделать подключение. Набираем наш пароль. Вы либо подключаете имеющийся BITREX24, либо создаете его буквально за несколько кликов. Юра подключил, у него их много, видите, BITREX24. И он подключает к сайту онлайн-чат и онлайн-консультант. Один раз он авторизует коммуникации. Все. Собственно, теперь переходит виджет на сайт, включает его, и не нужно размещать код, не нужно ставить на страницах сайта. Все готово и все работает. Вот, собственно, онлайн-консультант, он готов и готов отвечать. В данном случае я авторизован как администратор, соответственно, мне онлайн-консультант не срабатывает. Спасибо. Возвращайте нас в презентацию. Основная идея состояла в том, чтобы за несколько минут, вот прям вот так, как мы это сделали сейчас у вас на глазах, подключить к своему сайту онлайн-консультанта. У нас тут был запасной ролик на случай нашего интернета. Но мы доработали эти сценарии. Мы поработали над тем, чтобы коммуникации стали более проактивными, чтобы вы получали больше лидов и зарабатывали больше лидов. И, во-первых, доработан инструмент по размещению самого виджета. Теперь давайте обратим внимание сначала на возможность поставить на всех страницах, либо только на тех, которые вам нужны. Вы можете сказать, хочу онлайн-консультировать только в корзине, в странице оформления заказа, в персональном разделе, либо в каких-то своих страницах. И не только в каких-то страницах, но и определить, как будете обращаться к конкретному клиенту и с какой аватаркой. Кстати, аватарка имеет значение. Если вы не поленитесь и поделаете об это стирование, то увидите, что конверсия с фотографиями девушек работает значительно лучше. А вообще сам факт наличия лица человека привлекает в десятки процентов, увеличивает конверсию клиентов. Как это будет выглядеть внутри? На том же сайте это у нас какой? Это раздел… Это раздел футболок. Мы со специальным текстом предлагаем клиентам помочь выбрать футболочку. Это все анимировано с тем текстом, который вы подобрали под этот раздел. Причем нас клиенты специально просили. Вот мы, например, здесь продаем запчасти. И нужно правильным образом сказать, могу компетентно проконсультировать по запчастям. Тогда конверсия этого объекта становится сильно выше. Либо использование специального такого анимированного элемента для оформления в корзине, либо при оформлении заказа. Что спрашивают там люди? Они обычно спрашивают, как будет происходить доставка, какой срок этой доставки, как мне оплатить, как будет происходить оплата, что будет происходить после того, как я сделаю оплату, как будет быстро отгружен ваш товар. И вы сможете персонально ему ответить на его все вопросы и тем самым увеличить конверсию вашего сайта. А при оформлении на сайте Apple еще задают вопрос, хотите ли вы сделать гравировку, нужно ли вам добавить какую-нибудь дополнительную опцию, подарочную упаковку и какие-то другие коммуникации, которые в итоге создают новые отношения с клиентами. Ну и можно, наверное, отметить, что весь персональный раздел, где клиент работает с заказами, также может и должен работать с использованием онлайн-консультанта. Плюс персонального раздела, что сюда заходит клиент уже авторизованный, и вы точно знаете, что это ваш клиент, и не отвечаете, не тратите ресурсы ваших операторов на общение просто с клиентами, зашедшими на сайт. И мы специально поработали над тем, чтобы когда вам клиент напишет, автоматически в чат было передано его имя, фамилия, ссылка на его профиль, ссылка на его заказ, и вам не приходилось гадать или задавать ему вопросы, а вы могли быстро, компетентно его проконсультировать. Важная часть доработки основного сценария. Коммуникация на мобильных устройствах. Вот мы показали сейчас, как это происходит в дистопе, но вообще на мобильном устройстве есть определенные отличия. И мы разработали новый вариант виджета, который, сценарии использования, которые специально подготовлены для мобильных устройств. Давай продемонстрируем. Я возьму Юры. Мне нужно обновлять? Нет. Все хорошо. Собственно, у меня здесь мобильное устройство, на котором я могу продемонстрировать этот виджет. Что здесь происходит? Мы показываем не только онлайн-чат или обратный звонок, но мы и показываем все мессенджеры, которые ему доступны. Давайте попробуем открыть Viber. Мы перепрыгиваем прямо на этом телефоне, перепрыгиваем Viber. Давайте я не буду сильно готовить вариант. Я пишу приветствую, тест, который отправляется в реальном режиме, по открытой линии, попадает обратно. Возвращаемся. Мы можем вернуться и перепрыгнуть в Facebook. Ведь у меня даже пуши выпрыгивают. И я могу написать уже клиенту через Facebook или через ВКонтакт. Добавиться потом в группу, вы получите профиль, вы сможете в дальнейшем работать с этим клиентом. Данные поступают правильным образом. Или, например, в Telegram. Подключились. И вы не просто в онлайн-чате покоммуницировали с клиентом. Вы организовали коммуникацию, которая в дальнейшем будет возвращаться к этому интернет-магазину. Покупатель будет продолжать делать заказы, работать. И те ответы, которые будет писать ваш оператор, будут поступать ему классическими уведомлениями в классический мессенджер. Так будет выглядеть онлайн-коммуникация с клиентами на мобильных устройствах. Спасибо большое. Верните нас в презентацию. И это также управляется непосредственно внутри самого виджета, внутри настройки, внутри управления сайтом. Наверное, стоит отмечить, что все коммуникации будут отмечаться и сразу сохраняться в CRM, и вы будете видеть страницы, на которых пользователь находился либо находится в текущий момент. Это вам очень поможет коммуницировать и определить, что он выбирает в данный момент. Таким образом, в новой версии 17.0 мы представляем полный комплект бесплатных цифровых коммуникаций для сайта, которые становятся частью платформы 1SBitrix. Это и онлайн-чат, и обратный звонок, интеграция с популярными Facebook, Viber, Telegram и другими коммуникационными системами, специализированный сценарий работы на мобильных устройствах, подключение за несколько минут и, конечно, бесшовная интеграция с Bitrix24 CRM. Движемся дальше. Большой блок обновления интернет-магазина. И начнем мы этот блок с больших дат. С вашего разрешения я напомню, что такое Big Data сервис для 1SBitrix управления сайтом. Конкуренция среди интернет-магазинов обостряется с каждым днем. Выигрывает тот, кто умеет лучше конвертировать своих посетителей в заказы. Возьмем обычный интернет-магазин. С тысячи посетителей вы получаете выручку 1 миллион рублей. Но с такого же трафика можно получить на 10-30% больше, если сделать интернет-магазин персональным для покупателя. Мы разработали облачный сервис персонализации Bitrix Big Data, который является частью платформы 1SBitrix. Сервис анализирует посетителей, зашедших на ваш сайт, их интересы, покупки, сходство с другими покупателями, при этом сохраняя полную анонимность данных. Работает индивидуально для каждого сайта. Универсальный компонент персонализации может быть легко размещен на главной странице вашего интернет-магазина, в списке товаров, в детальной карточке товара, в корзине и на странице оформления заказа. Персональные рекомендации также будут доступны вашим менеджерам по продажам при обзвоне покупателей, что позволит увеличить средний чек и выглядеть в глазах покупателей более компетентными. В дальнейшем рекомендации могут быть использованы для персонализированных рассылок вашим клиентам. Сервис Bitrix Big Data – один из лидеров по охвату интернет-магазинов. Является составной частью платформы 1SBitrix. Битрикс Big Data – конвертируйте в продажи лучше конкурентов. Конвертируйте в продажи лучше конкурентов. Это, наверное, опять же разговор о конверсии, опять разговор о конкуренции. Облако интересов. Этот инструмент, напомню, как он работает. Когда посетитель ходит по сотне тысяч интернет-магазинов или сайтов, набирается облако интересов того, чем он интересовался. Аналогичное облако мы формируем для каждого сайта, когда по нему ходят любые посетители. И в дальнейшем, когда посетитель приходит к вам, мы находим пересечение его интересов с тем, что можете предложить вы, и показываем это персонализированно. Недавно получилась любопытная история. Света Берегулина, наш директор по маркетингу, задала вопрос. Заглянув на сайт Тортик 39, она обнаружила, что на первой же странице был размещен бельгийский шоколад. Конфеты с бельгийским шоколадом. И у нее устроило обсуждение у нас на портале. Скажите, почему, как вы узнали? Я нигде, говорит, не писал, а мы не знаем где. Где-то, когда-то в облако интересов, в облако тегов своего рода, профиля Светланы попал бельгийский шоколад. И когда она зашла на этот интернет-магазин, ей был предложен соответствующий материал. Это действительно большие данные. 108 тысяч интернет-магазинов, 19 миллионов товаров в месяц, 461 миллион выданных рекомендаций, 3,3 миллиарда обработанных событий, 30 миллионов пользователей, которые, по сути, в месяц проходят по всем этим сайтам и на которые формируется полноценный комплексный профиль. Пожалуй, наверное, мы одни из немногих, кто научился так много обрабатывать данных. Пожалуй, у нас был только один момент, в котором мы хотели добиться значительного прогресса. Хотелось подмешивать данные прямо в выдачу интернет-магазина, чтобы клиентам не выскакивал какой-то специальный блок, который он должен посмотреть, а может и не посмотреть, а просто смотря, ходя по каталогу товаров, он видел какие-то товары, которые были подобраны именно персонально для него. И мы разработали здоровский инструментарий, который позволяет без программирования прямо в настройках компонента подмешать данные, больших данных, даже если у вас свой дизайн. Вы можете выбрать, в каком виде будут показаны ваши товары и добавить несколько элементов, связанных с бигдатой. Вот я сейчас две строки добавляю на сайт, сохраняю компонент, и все. Вот две строки выдачи – это персональные рекомендации для конкретного человека. Вы сможете сделать это на главной странице, вы сможете сделать это в страницах каталога, и это не потребует технически сложных усилий. Более того, есть у нас такой коварный замысел – мы хотим одну строчку выдачу подмешать даже в рамках обновления. В нашем деле. На самом деле это действительно увеличивает продажи клиентов, иногда до 30%, потому что вы начинаете персонализированную выдачу давать клиенту, показывать ему каталог товаров. И мы обновили сервис, мы выпустили, сохранили его бесплатность для всех наших клиентов и сделали визуальное встраивание больших данных в любой компонент представления товаров. И еще раз подчеркнем, даже если у вас свой дизайн. Если партнеры вам обезменяли дизайн, и вы сделали наше обновление на последнюю версию, вы сможете встроить компоненты и поставить бигдату внутри компонентов. Огромную работу проделали над компонентами, над типовым интернет-магазином. И мы будем сейчас показывать небольшую часть из этого, чтобы у вас сложилось представление, над чем мы работали. Список товаров, тематические подборки элементов. Клиенты нас очень сильно просили, чтобы можно было делать тематические подборки. Нужно для какой-то акции подобрать товары, которые все красные. Нужно холодильники, которые габаритная техника, выделить в отдельную категорию. И самое важное, чтобы эта категория автоматически обновлялась, добавлялись товары, которые поступали в новый магазин, как новые товары. Хотелось сделать это просто. Разработали механизм, который позволяет сделать это без разработки и без программирования, просто настраивая компоненты. В рамках компонентов вы можете теперь добавить условия отбора товаров. Условий очень много. Это могут быть и свойства, которые находятся внутри инфоблоков, и свойства торговых предложений. Это могут быть какие-то системные свойства, такие как вес и так далее. Но в данном случае мы выбираем определенную категорию одежды, выбираем красный цвет. Мы усложняем немножко схему. Я еще добавляю товар, что нужно товары только Excel. Сохраняем. И наша подборочка состоит только из красных товаров и товаров только Excel. Обновился порядок отображения блоков товара. Эта вот часть мы уже продемонстрировали. Хотелось бы показать вам, насколько просто теперь формировать главные страницы каталога или сайта. Хочется некоторые… А, это свойства, извиняюсь. Это свойства сейчас, порядок сортировки, да. Возможность пересортировать, опять же, в визуальном режиме, пересортировать те свойства и порядок, в котором они будут представляться клиентов. И получить полностью сформированную новую выдачу. Мы с вами поместили цену, изменив порядок представления товаров. Следующая часть – это визуальное проектирование каталога товаров. Вот о чем я, собственно, хотел рассказать. Также удалось сделать это технически очень простым и не требующим перепрограммирования. Хочется некоторые товары выделить, сделать их более большими, привлечь внимание клиентов к этим товарам. Сменить выдачу теперь становится очень просто. Вы выбираете блоки в том виде, в котором они будут выглядеть. Четыре элемента, структура, один элемент, вы определяете, как вы хотите, чтобы сегодня формировался ваш каталог, как он выглядел. И для этого, и вы, кстати, можете делать это несколько раз в день, вы можете делать это с обетестированием, определяя, какой из этих элементов самый выгодный, который позволяет вам продать определенные категории товаров. Ну и в разных категориях, естественно, можно делать разные выдачи. И галерея. Конечно, покупатели рассматривают товар. Очень многое изменилось по детальной карточке, но отдельно хотелось продемонстрировать новую адаптивную галерею. Да, ребята провели много работы, были выполнены, полностью переработана галерея, она стала вот такой красочной. Можно одновременно выполнять и лупу, и переходить в галерею для просмотра товаров, то есть вы можете накладывать разные схемы работы. Галерея полностью адаптивна для мобильных устройств, то есть с знакомыми движениями смахивания люди будут просматривать ваши товары, на мобильном устройстве. Целый список того, что изменилось в типовом интернет-магазине, верстки и представления товаров. Вообще список компонентов, которые используют партнеры, самый популярный и самый нужный. И мы адаптировали его. К сожалению, у нас по формату не получилось, тогда бы у нас, наверное, получилось вообще 250 слайдов. Мы не успели рассказать не отложенной загрузки каталогов, которая сделана под большие объемы, по бесконечной ленте товаров. Сейчас есть такой элемент, когда вы листаете ленту товаров, и она автоматически подгружается, и вы смотрите, ищете товар, это как нужно. И здесь целый список изменений. Мы на 22 декабря назначили вебинар на 11 часов московского времени, который будет посвящен изменению всего интернет-магазина. Я подозреваю, что этот вебинар пройдет в течение двух часов, потому что нужно будет сначала продемонстрировать, потом ответить на вопросы. Но это самые часто используемые компоненты в интернет-магазину. Вам станет значительно легче собирать сайты, управлять ими и продавать. На алимпинаре будет присутствовать разработчик данных компонентов. Можно будет задавать ему технические вопросы. Платежные системы. Мы старались и поддерживали все, что работает активно, и то, что хотят клиенты. Все популярные платежные системы поддержаны в наших продуктах. В новой версии мы поддержали Apple Pay, Samsung Pay, мы поддержали Яндекс.Кассу для B2C, как говорится, для клиентов, и для B2B. Сценарий, в котором счета выставляются непосредственно клиенту, он их оплачивает через банк. И из новинок у нас появился Альфа-банк B2C и Альфа-банк B2B. Теперь вы из интернет-магазина тоже сможете выставлять счета прямо внутрь альфа-банковского приложения. А по поводу Apple Pay и Samsung Pay, вы знаете, с одной стороны, конечно, это вроде мода, но с другой стороны, получаются сценарии, когда у вас нет с собой под руками карточки, но вы, делая заказ с мобильного устройства, можете произвести оплату Apple Pay. Удивительно, но это все направлено, опять же, на конверсию на мобильных устройствах, потому что быстро и легко оформить заказ. Не доставая карточку, не вбивая кучу параметров, вы выполняете платежи, используя те данные, которые уже захоронены в мобильном устройстве. Новый сценарий обработки заказов. Существует несколько сценариев работы интернет-магазине. Чаще всего при оформлении заказа его тут же предлагают оплатить. Ну вот один из примеров проекта, который на Битриксе, кстати, сделан, но при оформлении заказа, летом я собираюсь в отпуск, набирал оборудование, палатку, палки, еще какие-то части, но после оформления заказа мне не прислали сразу счет и не предложили его оплатить. Его сначала проверили, со мной связались и только после этого выставили ссылку, по которой необходимо было оплатить. Во время оформления заказа вы увидите заглушечку. Давай я, наверное, отмечу, что мы реализовали теперь этот сценарий стандартной частью платформы 1S Bittrex управления сайтом. Вы можете переключить интернет-магазин в сценарий, когда заказ и счет клиенту предлагается оплатить только после проверки менеджером. Это определенные категории продуктов, определенные категории товаров продают таким образом. Проверили, зарезервировали, связались, допродали, и после этого вы отмечаете в заказе, можно отгружать, клиенту уходит письмо с ссылкой, которая не требует авторизации, по которой он переходит, сразу оказывается в своем заказе, не требуется у него ни логин, ни пароль, и он оплачивает любыми платежными системами, которые поддерживает ваш магазин. Один из важных сценариев работы интернет-магазина теперь в стандартной поставке. Раньше приходилось довольно много программировать, теперь он готов к немедленному использованию. Промотор скидок акций. Рекомендация скидок в момент, когда клиент зашел на сайт, очень важный момент. Вы можете допродать ему какие-то товары, сказав, что еще добери товар на 200 рублей, и у тебя будет дополнительная скидочка. Это очень важно в детальной карточке товара, на списке товаров, в корзине, когда вы можете предложить ему какие-то дополнительные элементы для товаров, которые он выбрал. Докупите товаров на 304 рубля, чтобы получить скидку 200 рублей. Ну, странно, но такие акции работают. И вообще, выпустив этот, мы выпустили несколько дней назад, он еще вышел в Альфу, но уже больше 300 магазинов установили и начали использовать этот сервис. Это сервис очень ожидаемый, потому что помогает коммуницировать с клиентами в автоматическом режиме, подсказывая им возможность увеличения чека. Некоторые клиенты с нами так давно, что у них всерьез стоит проблема архивирования заказов. Во-первых, они давно, во-вторых, у них очень много. Есть миллионники. И мы разработали новый инструмент в магазине, в заказах, появилась система архивирования. Вы можете убрать заказы последних месяцев, последних лет, то, что вам необходимо убрать в архив. Они будут там доступны, вы сможете с ними работать. Да, заказы не исчезают, вы сможете получить к ним доступ, но они будут в режиме предонли. То есть изменить ничего невозможно, но посмотреть, что было по заказу, возможно. Одно из запрашиваемых пожеланий от наших клиентов, потому что миллионники есть, и заказами хранят, и обрабатывают очень большое. Цветовое выделение статусов заказа. Опять же, клиенты запрашивали необходимость, визуально, не прочитывая, видеть возможность и понимать, в каком статусе находятся те или иные заказы. И сразу делать реакцию на те товары, вернее, на те заказы, которые, например, оплатили, и нужно быстро отдать на округу. Небольшое, но очень нужное обновление, которое поможет клиентам работать. Холдинговая структура. Интернет-магазины бывают большими не только по числу каталогов товаров, не только по посетителям, а бывают распределенными по большим территориям, имеющим разную структуру. Мы давно работаем над комплексным решением для холдинговых структур. И уже реализовали три этапа в предыдущих версиях. Мы не будем сейчас детально перечислять. Был первый, второй и третий этап. И сегодня мы представляем вам четвертый этап обновления для холдинговой структуры. И два сценария, которые с этим связаны. Первый сценарий. Холдинговая структура по компаниям. Тут, наверное, стоит отметить, что существует два подхода по построению проектов для больших городов или для больших стран. Например, Евросеть создает один сайт, но в зависимости от целого ряда критериев обрабатывает в разных городах от разных юридических лиц, выставляя разные счета и доставляя с разных складов и так далее. Этот первый сценарий сегодня реализован в части холдинговой структуры четвертого этапа. При настройке юридического лица вы можете указать, какие менеджеры отвечают за какой город. И, соответственно, после оформления заказа менеджер, который ответственен за этот город, получит этот заказ и сможет его обрабатывать. Также можно выбирать службы доставки или службы оплаты, которые привязаны к данному региону, и делать оплату через эти службы. И что очень важно, можно таким образом настроить права, что пользователи из одних регионов никогда не увидят заказы из других регионов. Теперь они могут работать по сути в своих виртуальных пространствах по обработке интернет-магазина. И второй сценарий, по которому также работают компании, это когда у сайта много разных доминов. Например, kaliningrad.mts.ru или там, не знаю, sanpeterburg.moskva.mts.ru. В частности, наш клиент МТС и вот Евросеть, этот предыдущий пример, МТС работает по такому сценарию. И мы для него также реализовали четвертый этап холдинговой структуры. Аналогично делается привязка для городов, аналогично делается привязка для служб доставок и оплат, но привязка делается на конкретный домен, на конкретный сайт. И опять же распределение прав. Те, кто обрабатывают Kaliningrad, никогда не увидят тех, кто обрабатывает Москву либо Санкт-Петербург. Интеграция с торговыми платформами. Это направление активно развивается, и сами платформы активно развиваются. Уже была интеграция с eBay. В этом релизе мы обновили интеграцию с Яндексом, поддержали полностью CPA-модель. Это один из источников для поступления заказов. С ребятами с Яндекса мы фактически прошли полностью по настройке нашей системы и оптимизировали ее для всех нововведений, которые Яндекс выпустил в этом полугодии. Полная интеграция с новой маппи, совместимость с Яндекс.Маркетом. И вторая часть – это интеграция с контактом. Вообще надо отметить, что те, кто владеют аудиторией, все время ищут способы до продажи и до монетизации этой аудитории. Один из способов – это предложение заказов и предложение товаров. И мы еще будем дальше говорить. Это предложение рекламы, таргетированной на аудиторию. Следующий этап, который также я уверен оценят наши клиенты – интеграция с e-commerce аналитикой для Яндекса и Гугла. По сути, большая часть бюджета интернет-магазина – это расходы на основные контекстные системы. И принимая трафик на свою площадку, на свой интернет-магазин, хотелось бы многим интегрировать это с полным комплексом аналитики, которые представляют эти компании. Они представляют очень много – продажа, конверсия, те или иные объявления, целый комплект. Раньше для этого приходилось изрядно программировать, и мы знаем, что немногим это вообще удавалось. В новой версии 17.0 мы выпустили встроенную, готовую поддержку интеграции с аналитикой Яндекса и Гугла. Вы фактически просто соглашаетесь внутри нашего продукта с тем, что вы отдаете данные в Яндекс или Гугл, и в Яндексе, в счетчике или в Гугле вы просто указываете галочку, что отправлять в Метрику данные электронной коммерции. По сути, поставив Яндекс.Метрику или Гугл.Аналитику на свой сайт, вы уже в новой версии решили задачу интеграции. Ничего больше не нужно настраивать. По сути, вы только в Яндексе настроите. Да, мы готовы принимать вот такой слой данных, и дальше вы получаете весь комплект отчетов. Продажа, пришли, глубина просмотра, популярные товары. Там целый комплект аналитики по e-commerce, который дает каждая из компаний. В Гугле, в принципе, строится полная воронка продаж, от затрат денег до финальной реализации этого товара. Интеграции продолжают развиваться. У нас был готовый блок контекстной рекламы, интеграции его с Яндексом. И удивительно, но им очень активно пользовались. Понятно почему. Потому что он позволял автоматически отключать и включать контекстных объявлений по товару. Появился, отсутствует на складе. Отключать, включать объявления по цене клика, мониторить автоматически. Автоматически отключать, включать в зависимости от рентабельности. Но Яндекс менял API, и у нас возникла авария. Мы переработали этот механизм. Теперь он работает полностью совместим с новыми интерфейсами для Яндекса. Управляйте контекстными объявлениями непосредственно из платформы 1SBitrix. Так выглядит большой блок обновления по e-commerce. Большие данные, обновление компонентах. Теперь вы легко сможете ставить и большие данные, и легко управлять внешним видом. Огромные изменения по визуальному представлению. Реальная проблема продемонстрировать. Мне очень нравится детальная карточка товара, но Юра убедил, что мы не успеваем ее продемонстрировать. Новые платежные системы Apple Pay, Samsung Pay, поддержка новых сценариев обработки заказов, промоутеры, скидок. Мы продолжаем улучшать обработку заказов внутри нашей системы. Холдинговая структура получила два новых этапа работы, и вы можете сделать крупные магазины, делать их удобно. Происходит выгрузка в контакты, в Яндекс.Маркет. Вы сможете использовать расширение своей аудитории. Появилась возможность отдавать данные в счетчики Гугла и Яндекса, чтобы контролировать все продажи в вашем интернет-магазине. Я думаю, что мы можем смело поаплодировать всему этому e-commerce блоку, который обновился и представили. Спасибо большое коллегам за обновление. Несколько важных обновлений и изменений далее. HTTPS. Это ругательное слово. Вам придется теперь лучше знать. Сайты начинают ранжироваться в зависимости от того, есть они с HTTPS или нет. Мы привыкли с вами набирать обычный URL. Все. Начиная с 1 января 2017 года. Сначала Google и Firefox начнут предупреждать клиентов, что, скорее всего, сайт небезопасен. Они ничего не имеют в виду, кроме того, что у вас не HTTPS. Но есть еще один неприятный момент. Они уже объявили, что ранжирование в поисковой выдаче будет зависеть от наличия HTTPS. Там это еще связано с техникой, со скоростью загрузки. Не будем вас очень сильно утомлять. Вы должны сегодня знать одно, что вам необходимо будет в новом году подключить HTTPS. Новый раздел на сайте по переходу на шифрованное соединение расскажет вам, что необходимо сделать, где можно получить сертификаты. Вы можете получить бесплатные сертификаты и разместить их на своих сайтах. И что необходимо сделать на самом сайте для того, чтобы это работало. К сожалению, не получается сделать это одним кликом, потому что это безопасность, политика. Там есть несколько особенностей. Обращайтесь, пожалуйста, к партнерам для того, чтобы переводить свои сайты в HTTPS. Не затягивайте, пока изменится поисковая выдача. С начала 2017 года начнутся изменения. Ставьте шифрованное соединение на свои сайты. Переход достаточно долгий, поэтому начинать лучше желательно как можно быстрее, потому что, в принципе, переход вы будете делать около двух-трех недель. Еще раз подчеркну, уже похожая ситуация была, когда Google менял требования к мобильным устройствам, к скорости загрузки и к ряду других вещей. Как это говорится, доброе слово и поисковая выдача делают намного больше, чем просто доброе слово. Интернет-магазины CRM. Вот этот сценарий продолжает развиваться. Он продолжает быстрее развиваться, потому что востребованность очень высока. И получается, что наши продукты, Bittrex 24, интернет-магазин, активно интегрируются в дальнейшем и по коммуникациям, и по интеграции CRM. Основная цель, конечно, повышение качества обслуживания. Основная цель увеличения качества, дожимания клиента и допродажа всего, что необходимо. У нас было свое представление о том, как это делать. Вот на первом этапе мы рассуждали так. Заказ нужно полностью перенести в Bittrex 24 и научиться обрабатывать его внутри Bittrex 24. Но похоже, что интернет-магазины развиваются и живут немного своей жизнью. В них настраивают карточки, они особенные. Там много платежных систем. И реально получается, что заказ правильно обрабатывать внутри интернет-магазина. И так мы рассуждали раньше. Через некоторое время в XML мы передавали заказ из интернет-магазина. Мы его передавали в Bittrex 24 CRM. На сегодняшний момент мы представляем вам готовое решение, которое работает по-другому. Оно использует RESTAP. Оно очень быстрое, легкое. Перекидывает заказ в реальном режиме времени. Как только он формируется, оно тут же отправляется в онлайн. Для того, чтобы уже входящий звонок вы могли в дальнейшем определить. И мы везде там делаем ссылки на заказ в интернет-магазин. То есть вы обрабатываете клиентов в CRM, а заказы в интернет-магазине. Первая часть этого проекта – CRM-трекер, который легко устанавливается на сайт. Это готовое решение с точки зрения Bittrex 24. Оно называется интернет-магазин-трекер. С точки зрения управления сайта – это CRM-трекер. Быстрое подключение и возможность подключить несколько интернет-магазинов непосредственно к решению. Для чего этот сценарий необходим? Это возможность интеграции и дожатия заказов. Самый главный, наверное, сценарий. Интернет-магазин подключили. Буквально несколько параметров. Они по умолчанию уже готовы. Каждый заказ интернет-магазина становится сделкой внутри Bittrex 24. Сделкой, которая, в принципе, если клиент его оплатит, тут же перемещается в оплаченное, и вам не придется с ним ничего делать. Но если пройдет 10-15 минут, и заказ не будет оплачен, вы сможете его дожать. Вы увидите, что у вас повисают заказы. Вы сможете сделать звонок клиенту, вы можете написать ему письмо, вы можете написать ему в мессенджер, если он с вами коммуницировал. Мы его узнаем по любым признакам, если он каким-то образом раньше с вами дальше общался. Очень простой, очень понятный сценарий, который помогает. Мне не очень нравится слово, но похоже оно самое эффективное. Дожать продажу, покоммуницировать с клиентом для того, чтобы продажа состоялась. И один из сценариев завершения или, как говорят, до продажи – это размещение контекстной рекламы. Не в рамках этой презентации мы будем рассказывать о роботах CRM, но внутри Bittrex 24 теперь есть готовый механизм, который позволяет поместить объявления в автоматическом режиме в онлайн-системы. Как будет работать сценарий? Заказ оформился в интернет-магазине, он попадает в CRM, в сделки, и тут же запускается контекстная реклама. Facebook, Яндекс, Google, ВКонтакт, Инстаграм. Вы будете преследовать клиента, даже если сделка не состоялась. А если она состоялась, вы в автоматическом режиме снимете эту рекламу и снимете объявление. Немножко можно здесь добавить. Кроме обычной рекламы, когда вы просто бегаете за клиентом с помощью какого-то объявления, Facebook и ВКонтакт дают возможность сделать какое-то целевое действие. Появится, например, звонок, который можно предложить сделать клиенту. Клиент нажимает кнопочку звонка, и вы сразу же связываете клиента со своим интернет-магазином. Есть еще одна красивая история, которую Юра, как специалист по e-commerce, называет вообще волшебством. Что вызывает у нас удивительный восторг? Когда мы попадаем на сайт, и вдруг раздается случайный звонок от магазина, который предлагает помощь в оформлении заказа. На сегодняшний момент мы готовы представить такой сервис, перехват клиентов. Он работает именно так. Вам достаточно буквально настроить пару параметров внутри управления сайтом, и вы говорите, технически для партнеров это небольшой JavaScript, который стоит на страницах сайта и узнает ваших старых покупателей. Он мог покупать полгода назад, он мог покупать вообще давным-давно, но ваш магазин его помнит, вы его узнали, и тут же в этот момент вы его закидываете в CRM, создаете лид или сделку, в зависимости, это все происходит в автоматическом режиме, и можно даже осуществить мгновенный звонок клиенту, как это делает обратный звонок. Все потенциальные покупатели оказываются в ледах. Мы даже небольшой сценарий записали, как это выглядит. Довольно сложно. Возможно, вот на партнерской конференции 27 января мы покажем все это вживую, но вообще это выглядит как некоторое волшебство, когда покупатель через поиск, через рекламу, ту же самую, кстати, которую разместили ранее, заглядывает к вам на сайт, возвращается к вам на сайт, и это вылавливается, закидывается непосредственно в CRM, и запускается звонок. Он, наверное, не обратный, он прямой звонок, где выполняется звонок клиенту. На ваш сайт зашел клиент. На ваш сайт зашел клиент. Таким образом идет звонок. Добрый день, Наталья. Рада видеть вас в нашем интернет-магазине одежды. Может быть, я могу помочь вам? Вот знаете, разные варианты ответа могут быть в этой ситуации. И вы сами, конечно, вправе решать, как вы будете пользоваться подобным сценарием, но он производит некоторое магическое впечатление. Но вы вправе сделать такой звонок? Вы уже знаете этого клиента, вы уже с ним работаете, и можете предложить ему помощь, скидки, условия, что бы то ни было еще. И таким образом мы с новой силой, можно так сказать, взялись за связку интернет-магазин плюс CRM. Ритейл CRM и связка по продажам – одна из важных стратегий на сегодняшний момент. Управление заказами в интернет-магазине, быстрое и простое подключение. Несколько интернет-магазинов могут наполнять одну CRM, наполняя базу, давая возможность вам работать с общей клиентской базой. И два сценария – обработка брошенных заказов и перехват клиентов. Ну и, конечно, персонализированное размещение рекламы. Мы продолжаем развитие поисковой системы и внутри новой версии сделали поддержку, ну это технический, наверное, такой момент, мы выпустили поддержку MySQL 5.7 и быстрого поискового индекса. Поэтому поиск в целом ряде случаев станет быстрее и менее нагруженным. Но по просьбам наших клиентов мы изменили систему выдачи и теперь поисковая выдача в результате формируется теми же компонентами, которые представляют, например, либо каталог товаров, либо ленту новостей, что значительно улучшает и конверсию из результатов поиска, и вообще работу поисковых механизмов. Для наших партнеров и для клиентов, и для хостеров мы выпускаем эталонную среду, обновленную версию, как мы называем ее, виртуальной машины. Вообще она должна была называться 5.2, но учитывая, что в нее включены новый CentOS 7, поддержка PHP 7, который больше, чем в два раза быстрее, автогенерации, там ряд других вещей, мы решили, что правильно вообще назвать его 7. Поэтому она получила название 7.0, она уже готова, ее загружают, ее обновляют клиенты. Пока в ней не заменен MySQL, но в ближайшее время мы планируем это сделать. Итак, мы добрались до интернет-касс в 2017 году. Есть такой федеральный закон 54, который о применении контрольно-кассовой техники. Касса, какие участники сегодня в этой схеме работают? Касса, оператор фискальных данных и федеральная налоговая система. Схема, которая раньше распространялась только на оффлайн-бизнес, требовала пробивать чеки в обычном магазине, предоставлять их клиентов, сегодня работает немного сложнее. Как именно? Каждая касса, мы дальше скажем, когда, с каких дат начиная, в момент пробития чека отправляет этот чек не просто на фискальный накопитель, а отправляет это в онлайн к оператору фискальных данных. Тот, в свою очередь, отправляет это в ФНС, все получают подтверждение, и чек не является пробитым до сих пор, пока он не зарегистрирован у оператора фискальных данных. Это непростая задача, непростая ситуация. Я приглашаю Константина Конькова, финансового директора компании 1S Bittrex. Кость, расскажи, пожалуйста, при чем здесь интернет-магазины? Интернет-магазины здесь при том, все знают про онлайн-кассы, оффлайн-бизнес знает о том, что будут чеки передаваться, но интернет-магазины об этом на сегодняшний день думают мало. Вся загвоздка заключается в том, что в законе 54 ФЗ произошло маленькое изменение понятия. Раньше магазин должен был применять ККТ только если с вами расплатились наличными, либо вам предоставили к вашему торговому терминалу карточку банковскую. Но вот это понятие оплаты банковской карточки в этой редакции закона изменено на электронные средства платежа. Под электронными средствами платежа закон сейчас понимает не только карты, но и электронные деньги, Яндекс.Деньги, Киви, кошелек, веб-мани и любые другие электронные средства оплаты, в том числе те карты, которые и раньше были по закону должны применяться через ККТ. Фактически везде, как где раньше мы принимали карточку пластиковую, ночью принимали оплату, а иногда еще формировали уже на утро отгрузку, должен быть пробит чек. Ночью. Да, так и есть. Чек нужно пробить, причем обратите внимание, что это действует для всех интернет-магазинов, почти для всех, без исключений. Но я написал, что почти без исключений, потому что есть режимы налога на вмененный доход, есть режимы патентной системы налогообложения, и есть те услуги бытовые населению, по которым можно выдавать бланки строгой отчетности. Вот для этих компаний, для этих предпринимателей, нужно будет перейти на этот режим только с июля 2018 года. Для всех остальных никаких особых исключений нет. Сроки поговорим. Каждый кассовый аппарат нужно будет зарегистрировать с указанием адреса сайта в сети, где вы принимаете эту оплату. И вам нужно будет указать в регистрации этого аппарата, что он применяется для интернет-расчетов оплат. И чек вам нужно выписать сразу при осуществлении расчета. Расчет у вас происходит в тот момент, когда вам сообщил оператор электронных денег об успешной транзакции. И время на чеке должно не отклоняться более чем на 5 минут от момента расчета. Но еще один сюрприз. Теперь чек должен содержать список товаров. Чек должен содержать список товаров. И это не последний сюрприз. Для большого объема заказов интернет-магазина, вот если с кассами все в очередь постоят, что делать с интернет-магазинами? А сами кассы, а это вот такие чудесные устройства, вот смотрите, оно не очень умеет печатать много. В среднем, сегодня, правда, все путаются в показаниях, но от 1 до 5 секунд на 1 чек. А если у вас десятки заказов, сотни заказов в секунду, это большая проблема. Таймлайн. По поводу перехода. Две ключевые даты, которые все знают, или которые кто-то не знает, напомним. С 1 февраля 2017 года. У нас становится регистрация возможной только тех кассовых аппаратов, которые отправляют онлайн данные через операторов фискальных данных в федеральную налоговую службу. Можно продолжать использовать старые кассовые аппараты, но зарегистрировать их в новом месте или в новом предприятии вы не сможете. До 1 июля 2017 года можно продолжать использовать эти старые кассовые аппараты, но вы не сможете зарегистрировать новые кассовые аппараты, не сможете еще их зарегистрировать. С 1 июля вы должны будете перейти в обязательном порядке на новые кассовые аппараты и на отправку фискальных данных в налоговую службу. То есть, в зависимости от условий, кому-то даже уже с 1 февраля, но на самом деле в крайний срок 1 июля 2017 года все интернет-магазины должны будут пробивать чеки в момент получения денег от клиента. Когда мы разговариваем с коллегами про интернет-магазины, на самом деле есть путаница. Есть интернет-магазины, работающие по сценарию сделал заказ в интернете, но оплату производится курьеру при доставке, либо самовывозом. На самом деле здесь никаких изменений, в общем-то, не произошло. Клиент, получая товар, все равно должен получить чек от курьера, либо от оператора, выдающего товар. Здесь ничего не поменялось, ККМ нужно применять. Второй сценарий, когда интернет-магазин, принимая заказ на сайте, выставляет клиенту счет на оплату, либо квитанцию, и клиент идет с этой квитанцией в банк и перечисляет банковским переводом. В этом случае по-прежнему применять контрольно-кассовую технику не нужно. Здесь нет ни банковских карт, здесь нет электронных средств платежа. А вот третий сценарий, наиболее распространенный на самом деле, когда и прием, и оплата заказа производится на сайте, все то, что мы называем оплатой на сайте, это есть электронные средства платежа. Поэтому для любых таких средств оплаты необходимо применять контрольно-кассовую технику. И есть у нас тут две проблемы переходного периода, которые с первого взгляда не видны. Когда называешь дату 1 июля 2017 года, все ожидают, что до 1 июля можно ждать. Смотрите, в чем есть загвоздка. Можно работать до 1 июля на старой кассе, пока у вас не случилось некоторые непредвиденные события. У вас кончилась электронная контрольная лента защищенная, КЛЗ память кончилась, вам нужно новую память поставить в кассовый аппарат, а вы не можете этого сделать с 1 февраля, потому что больше старые кассы не регистрируются. Если вы вдруг поменяли адрес торговой точки, адрес установки контрольно-кассовой техники, вы не сможете ее зарегистрировать по новому адресу после 1 февраля. Поменяли название фирмы, фамилию, имя, отчество предпринимателя, или поменяли центр техобслуживания своей кассы, это все вам заблокирует возможность работы с 1 февраля по этим правилам. Либо, если кто-то рассчитывает, что после 1 июля собирается заняться заменой своей кассы, обратите внимание, во-первых, в налоговых будут очереди обязательно, у операторов фискальных данных будут очереди для подключения, у продавцов контрольно-кассовой техники может не хватить техники непосредственно для вас. Что вам грозит? Вам грозит на самом деле остановка торговли, потому что вы с 1 июля не имеете права торговать. И пока вы все это сделаете, у вас, естественно, уйдет время. И чтобы вы не думали, что это пустят на самотек, секция, раздел, штрафы и санкции. Это вы еще думали, что мы пугали вас. Вот сейчас мы начинаем вас пугать. На самом деле пугать не пугать, но штрафы у нас за неприменение кассы были всегда, они были, правда, более лояльные. Теперь штрафы выросли, и эти нормы уже работают сегодня. Если вы не применили контрольно-кассовую технику, то штраф теперь составляет для компаний до 100% суммы платежа, по которому вы не применили кассу. Поэтому, при этом обратите внимание, если вы не применили кассу на 1000 рублей, минимум штраф составит все равно 30 тысяч рублей. Это минимальная граница штрафа. То есть это достаточно приличная сумма. Если вдруг повторно обнаружат у вас нарушение, то здесь хуже дела. Это приостановление деятельности компании, либо дисквалификация должностных лиц. Спасибо большое. Давай мы на этом, на этой прекрасной ноте. Обратите внимание, что государство на самом деле этими штрафами, мы общались с коллегами, этими штрафами нас пытаются все-таки подтолкнуть. Штрафы уже действуют. Нас пытаются подтолкнуть. Не ждите. Начинайте работу прямо сейчас. Начинайте подключение. И переходите к онлайн-кассам для интернет-магазинов. Вообще отдельно хотелось бы пообсуждать, зачем, как, почему вообще это аппаратное устройство, а не программное устройство. Почему это не сделано немножко по-другому. Но вообще рассуждение. Мы встречались с несколькими ОФД. Мы встречались со всеми, наверное, игроками, которые производят кассы. Вообще общее непонимание сейчас, да, вот если для всех как-то более-менее понятно, то вот с интернет-торговлей, это как бы попытка и ее полностью контролировать через кассовую систему. Поэтому в целом все интернет-магазины должны будут соответствовать федеральному закону. И сегодня ни клиенты, ни интернет-магазины до конца не осознают всю проблематику, которая за этим следует. Костя, спасибо большое. Я попрошу тебя не уходить, потому что я уверен, что вопросы потом будут поступать именно по этой секции, их будет очень много. Ну что ж, как говорится, уже не открутиться. Поэтому нужно учиться с этим работать. Семнадцатая версия управления сайтом полностью соответствует требованиям федерального закона. Что мы разработали? Мы разработали три сценария, по которым вы сможете интегрировать кассу. Основной – автоматическая интеграция с ККМ. Ручная регистрация, мы сейчас о нем подробно расскажем. Ручная регистрация чеков – это такой некий резервный вариант. У него есть некоторые проблемные места, но на всякий случай мы решили его реализовать. И реализация через реал-тайм интеграцию с один из кассы. Когда она выйдет, там будет понятней, что там будет доступно, потому что сегодня еще пока этого продукта тоже нет. Итак, основной сценарий – кассы в ККМ. Интернет-магазин. Поздравляю всех, не просил, но здесь появился новый раздел. Кассы ККМ. Вы сюда заглянете и сможете почитать, что вам нужно делать, как это подключается. И здесь краткие шаги, что вы должны будете сделать. Вы должны будете купить вот такую вот железку. Вот она. Это с принтером. Это с принтером. Компания Атол. А это секретная железочка, специальная для интернет-касс. У нее есть только Ethernet. И она без принтера. Она для интернет-торговли. Их пока еще нет в продаже, но вот скоро-скоро мы с компанией Атол активно обсуждаем, работаем над этими штуками. Есть вот еще одно устройство. Компания Модульбанк. Это Модульбанк. Это такой терминал. Они сюда даже каталог товаров загнали. Потом его можно будет пощупать, посмотреть. И у него тоже будет интерфейс для интеграции с магазином. Вообще мы поддерживать будем основных игроков. Сейчас расскажем, как все это будет работать. Купили железку, зарегистрировали в ОФД, пошли в налоговую. Тут вам помогут. То есть есть на рынке компании, которые весь этот спектр работают. Основная задача – подключить это теперь к интернет-магазину. Вы нажимаете «подключить», и здесь вот список параметров, которые вам распечатает и сообщит ваша касса. После того, когда вы ее зарегистрируете. Вы их сюда заносите и становитесь обладателем интернет-магазина, подключенного с подключенной интернет-кассой. Что дальше? Все кассы будут доступны здесь в списке. Еще раз подчеркну, это действительно проблема, если у вас более-менее приличный магазин. Во-первых, в зависимости от региона разные кассы. Во-вторых, в зависимости от нагрузки, а мы научились масштабировать, мы будем смотреть на занятость касс и выдавать, печатать чек на одном, на втором, на третьем кассовом аппарате. Это проблема, прям скажем, разбираться, чтобы это все работало. Здесь будет список всех касс, которые будут у вас подключены, и вы сможете добавлять новые. Список чеков за день. В автоматическом режиме вам в этом разделе ничего не нужно делать. Чеки будут автоматически регистрироваться в ФНС и попадать в этот раздел. Но мы предусмотрели второй сценарий. Это сценарий, так называемой, ручной работы. Вы можете добавить чек вручную и добавить чек возврата, если вдруг что-то случилось. Вы его пробьете, внесете параметры, и мы его постараемся связать с УФД. Потому что на самом деле с интернет-магазина вы должны будете выслать e-mail, либо сообщение отправить клиенту о том, что вот ваш чек вы оплатили. Знаете, что такое Z-отчет? Теперь вам нужно будет знать. Z-отчет, я тоже не знал. Мне подробнейшим образом рассказали. Z-отчет открывается и закрывается раз в 24 часа. Он имеет начальную сумму и сколько вы пробили внутри. И в дальнейшем информация об этом Z-отчете также уходит в УФД и регистрируется. Мы реализовали поддержку Z-отчета, реализовали его в полное функционирование правильно. И вы сможете настроить время, когда будет открываться и закрываться касса. Когда будет открываться и закрываться Z-отчет. В автоматический режим вы устанавливаете только время начала вашей кассовой смены. Автоматические системы будут закрывать Z-отчет раз в сутки и открывать его заново для начала новой смены. То есть магазин сможет работать 24 часа в сутки. По предварительным оценкам, точно еще никто не знает, но по предварительным оценкам Z-отчет будет открываться, закрываться примерно 15-20 минут. Мне вот даже интересно, появится объявление, извините, интернет-магазин закрыт на переучет. Скорее всего нет, скорее всего появятся разные кассы, которые в разное время будут функционировать, а вы будете включать это в ночное время для того, чтобы в минимальную нагрузку система отработала. Как это будет внутри заказа? Вот сегодня, если вы получили деньги, например, с пластиковой карточки клиента, вы не должны указать, что заказ оплачен. Он еще не оплачен, потому что вы еще не пробили чек. И теперь появляется два статуса. Оплата получена. Да, это оплата, которая пришла с Яндекс, например, денег. Давай следующий экран покажем, здесь уже когда это вводится. Давайте. Пришла оплата с Яндекс.Кассы. После этого чек зарегистрирован в ФНС, и мы получили ответ, что чек доступен. Надо поправить в ОФД. ОФД, да. И получаем ссылочку, которую отдал кассовый аппарат или ОФД, и мы ее отправляем клиентам. Это ссылка на сайт ОФД, где этот чек с позициями будет пробит, и клиенты в дальнейшем начнут требовать этот чек. То есть они захотят перейти по этой ссылке. И вам она понадобится. И вот когда у вас есть два этих атрибута, мы автоматически взведем, да, теперь заказ оплачен. И дальше уже работа идет стандартная, как и она была раньше. Теперь главный вопрос. Как подключить эту железку к интернет-магазину? Она же USB. Мы разработали специальный бесплатный софт для Windows. Вы эту штуку подключаете к какому-то компьютеру по USB, запускаете наше приложение бесплатное, и оно держит соединение этой кассы с интернет-магазином. Для того, чтобы во время ночи, в любой момент, когда происходит оформление заказа, приходит оплата, проверить наличие те кассы, которые доступны, и произвести, ну, своего рода, печать туда чека. Я думаю, что будут отдельным образом поддержаны вот такие устройства, потому что они все-таки с Ethernet, и они по IP умеют кое-что. Я думаю, что вот интернет-магазины во многом пойдут на такой сценарий. Здесь они как-то проще, кажутся надежнее, и должен работать этот сценарий. Сейчас круглыми сутками фактически горит роутер, который держит интернет, теперь будет еще гореть интернет-касса тоже круглыми сутками. Поддержка аппаратов Штрихэм и Атолл. Я думаю, что и в дальнейшем тех операторов, которые предоставят API, мы готовы будем сотрудничать со всеми участниками. Защищенное реал-тайм-соединение между ККМ и интернет-магазином. Ну и регистрация чеков в режиме реального времени. И теперь это будет вот так выглядеть. Интернет-магазин пообщался с кассой, зафиксировал сам чек, отправил клиенту. В это время касса выполнит все те процедуры, которые выполняются в обычной реальной оффлайновой жизни. Таким образом, интернет-кассы для интернет-торговли, начиная с 17.0, мы соответствуем ФЗ-54, поддерживаем подключение неограниченного числа касс к интернет-магазину, умеем распределять нагрузку между несколькими ККМ, то есть балансировать нагрузку. Я думаю, что мы научимся даже поддерживать разные типы этих касс. Полноценная интернет-касса, за этот счет, интеграция с ОФД, поддержка чека-возврата, бесплатное Windows-приложение, и ваш интернет-магазин сможет работать 24 часа. Учитывая, что вообще это большая проблема для отрасли, учитывая, что многие интернет-магазины не знали, что это произойдет, и учитывая, что для всех теперь свалится нагрузка на покупку, новые кассы, на интеграцию, на решение ряда вещей, мы объявили специальную программу, когда для всех старых клиентов, у кого та или иная версия управления сайтом, 13-15, мы даем продление по цене льготного. Своего рода такая амнистия для того, чтобы по минимальной цене вы смогли обновиться на 17-ю версию. Обновление до 17-й версии по цене льготного продления. Итак, обращайтесь, пожалуйста, к партнерам для исполнения закона, для того, чтобы продумать, проработать, перевести свой интернет-магазин, подключить. Я еще раз подчеркну внимание, обращу внимание партнеров. 27 января, я не ошибаюсь по датам, если все так, у нас пройдет партнерская конференция, и я уверен, что на ней будет целый ряд КАС, софта, интернет-магазинов, и мы будем отдельно подробно обсуждать, как подключать и как делать эти вещи. На сегодняшний момент вообще ясность и подробности будут появляться от ОФД и от операторов КАС в ближайшие прямо недели-месяцы, поэтому в конце января будет такая очень большая практическая работа наших клиентов, партнеров, операторов над тем, чтобы соответствовать закону, по федеральному закону, по работе с КАСами. Итак, мы представили вам новый управление сайтом 17.0. В рамках этого проекта интернет-кассы, огромное обновление интернет-магазина, обновление композита, коммуникации на сайты, интернет-магазин плюс CRM, начало нового большого направления в новой реализации с отличными сценариями, с CRM-трекером и с перехватом клиентов. Обновление поиска, виртуальная машина и переход на шифрованное соединение. Цены на продукты не меняются, и редакции остаются теми же самыми, что и были на сегодняшний момент. Мы еще раз обращаем внимание на то, что действуют уже с 1 декабря, действуют скидки на все продукты. Один из Bittrex – это новогодние скидки, 15%. И еще раз подчеркну, продление, стандартное продление продуктов по цене льготного. Большой проект, большая программа. Уважаемые партнеры, обязательно связывайтесь с клиентами, разъясняйте проблематику, объясняйте, что им необходимо делать. Декабрь – хорошее время для того, чтобы и продать, и произвести обновления. И в январе уже все должны будут приступить к тому, чтобы производить. Что и когда? Уже вышло. Большая часть того, что мы представили по интернет-торговле, по обновлениям виртуальной машины, вся интернет-торговля уже находится в альфа-обновлениях. Так что я думаю, что неделя-две эти обновления станут релизами. Интернет-кассы, коммуникации на сайт интернет-магазин – эти обновления выйдут до конца января. Для того, чтобы все было готово для выполнения федерального закона. Я хочу поблагодарить весь наш коллектив. И давайте мы поаплодируем всем нашим коллегам, которые подготовили и сделали этот прекрасный релиз. Некоторые вещи мы бы с удовольствием и не делали. Но федеральный закон – такая штука, как сказал Костя Штраф, и все дела вынуждены соблюдать. Продолжение следует...